Вот на этой машине я вожу макулатуру, забираю ее из ящиков с помощью таких рамок и мешков и складываю в коробочке. Элина Мухаммедгалиева еще недавно и предположить не могла, что ее машина станет фактически мусоразборником. Свободная от своей основной работы время, девушка объезжает дома, где она установила ящики и собирает то, что там накопилось. Не жалко машину? Нет, не жалко. Дело-то хорошее, я считаю. Ну, по крайней мере, нужное, потому что хотя бы столько бумаги не попадет на мусорку, а попадет на вторичную переработку. Металлические ящики для макулатуры сделаны по примеру почтовых. Элина развесила их преимущественно в московском районе, недалеко от своего дома, чтобы удобнее было ездить и следить за наполняемостью емкостей. По словам энтузиастки, на проект она потратила 100 тысяч рублей, но по словам Элины, деньги – это не главное. Главное – спасти деревья. Известный факт – 60 килограммов макулатуры – это одно живое дерево. Я этот проект затеяла, наверное, не с целью заработать какие-то дополнительные деньги, а именно чтобы заняться чем-то интересным. Потому что я просто провела анализ, посмотрела и наблюдала вообще, спрашивала у людей. Я приезжаю в организации, например, в разные, даже в государственные учреждения, и просто у них спрашиваю, то есть, собирают ли они макулатуру. И 99% мне говорят, нет, мы не собираем. На данный момент макулатура, которая есть, просто осталось два пакета. А вот Максим Бойков занимается сбором макулатуры почти три года, так же, как и наша героиня, на добровольных началах. Он организовал пункт приема макулатуры. Правда, популярностью он не пользуется. Когда начали проводить акцию, ну, приносили очень мало, то есть, там, килограмм 60, может быть, то есть, все можно было унести на руках. Но когда уже более акции, прошел год, приходят те же самые люди, народ все прибавляется, и макулатура уже больше получается. В советские времена сдать макулатуру каждый считал своим долгом, причем все это было небезвозмездно. Каждый, кто принес макулатуру, получал приятный бонус в виде книги или даже туалетной бумаги, которая в те времена, кстати, была дефицитом. Зеленые ящики для макулатуры в ближайшее время Элина планирует развесить и в других районах города, и в конце года проанализировать, насколько важна ее миссия. Эльвира Шарафиева, Елена Черезина, Дмитрий Роженко, Телеканал Эфир. Елена Черезина, Дмитрий Роженко, Телеканал Эфир. Продолжение следует...